Сборная Украины 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 То есть, допустим, Артем Кровец предоставляет тоже интерактивный лот. Он согласен провести тренировку с ребенком. Начальная стоимость лота в 2000 гривен, а шаг составляет 500. Немаленькая сумма для футбольной формы. Ну а пока идет аукцион, пообщаемся с теми, кто эту футбольную форму стирает. И узнаем, насколько легко быть женой футболиста. Нет, я не мечтала. Футболисте очень тяжело быть женой футболиста. Постоянно разлука, постоянно ждешь сборы, тренировки. То есть, постоянно в ожидании. Ну, прям-таки тяжело подождать недельку, скитаясь по СПА-салонам. Вот, например, вам обычный день жены футболиста. Обычно это я езжу в тренажерный зал, занимаюсь спортом. После этого могу еще куда-то съездить. Может быть, это встреча с подругами, либо по делам. Забираю ребенка из садика. И это при том, что она еще и работает. Ну, у меня бутик свой, одежды, поэтому я занималась им. Сейчас он переехал в другой город, и я только на расстоянии по телефону занимаюсь работой. Но не грех ли на такую жизнь жаловаться? Хотя супруги капитана «Динамо» Александра Шавковского некоторые не позавидуют. Каждый год в день рождения нашей дочери он находится на сборах, на зимних сборах. Поэтому всегда отсутствуют на этом празднике. Чемпионат выстроен таким образом, что игры проводят в субботу или в воскресенье. Поэтому по выходным дням мы редко видим папу. Жена Артема Кравца тоже празднует самые важные даты в одиночестве. Да, бывало, часто пропускают 8 марта и годовщину нашей свадьбы. И еще в их семье такое правило. Если команда мужа проиграла, то смотрим матч еще разок. Он после каждой игры приходит домой и сразу садится, находит матч, который был полчаса назад. И уже пересматривает моменты, все анализирует. Хотя некоторые научились отвлекать мужчин от поражений. Я понимаю, как мудрая женщина, не говорю о его неудачах, а просто поддерживаю его другими способами. Интересно, что же это за способы? Но судя по тому, каким спокойным и стрессоустойчивым мы видим Александра на воротах, очень действенные. Что ж, вернемся к аукциону. А самым дорогим лотом стала форма капитана «Динамо» Александра Шавковского. Она ушла с молотка за, внимание, 110 тысяч гривен. А купил ее защитник шахтера Александр Кучер. Может, для каких-то мистических целей, кто знает. Будем ждать итоги чемпионата Украины. Что ж, аукцион удался. Медицинское оборудование для детей будет закуплено. Ну а жены футболистов на этом останавливаться не собираются. Год тому назад я стала близко общаться с группой девушек, женщин, которые очень активны. Собственно, может быть, я и хотела бы, но не знала адресов. Вот сейчас я адреса знаю и постараюсь посвятить этому определенную часть своего времени. Возможно, в следующий раз вы, дамы, будете продавать свои вещи для благих нужд. Как это делает их, так сказать, коллега, жена британского футболиста Виктория Бекхэм. Хотя в благотворительности все методы хороши.